Чуть больше недели прошло с момента открытия детского сада «Медвежонок». Теперь настало время его соседки – Машеньки. Дама, это, надо сказать, весьма неусидчиво. Все время стремится узнать что-то новое. При этом дружелюбно с собой она готова взять как минимум 360 мальчишек и девчонок. Всего в учреждении создано 12 групп. В этом детском саду делается упор на STEM-образование. Здесь созданы все условия, чтобы воспитать талантливых инженеров и любопытных исследователей, в том числе и космоса. Оборудование и игрушки в детском саду – детище компании, которая разрабатывала методику STEM-обучения. В переводе с английского аббревиатура STEM – это наука, технология, инженерия и математика. Азы серьезных профессий малыши получают в понятной и простой форме, одним словом, играя. На прошлой неделе представляли, что они в поле, когда сеяли овес, теперь, как настоящие агрономы, наблюдают за его развитием с помощью биолаборатории. Это, кстати, подарок губернатора Александра Никитина. Температура, влажность, а еще что там внизу? Третья поколения. И третья – температура, влажность и освещенность. Освещенность сейчас ноль. И вот дети сейчас экспериментируют. Нужен ли свет для того, чтобы этот овес у нас наконец-то пророс? Как и все педагоги, перед тем, как начать работать здесь, Анастасия Солопова прошла строгий отбор. Мечтала быть воспитателем именно в Машеньке. Этот садик для девушки выбрала ее дочь. Сюда ходит мой ребенок. Мы очень довольны. Конечно, сад новый, оборудование все новое. Такая возможность для реализации своих потенциалов. Возможность работать и развиваться новый детский сад подарил еще как минимум 160 молодым мамочкам. Именно столько малышей пришли в так называемые «ясельные группы» для детей до трех лет. Сейчас в регионе стараются делать многое, чтобы отдать ребенка в дошкольные учреждения могли все желающие. В этом году, в феврале месяце, когда я был у президента, Владимир Владимирович Путин, я взял на себя повышенное обязательство, сказав о том, что к 2021 году, то есть в течение 2019-2020 предстоящего года, мы должны очередь в детские сады, именно в «ясельные группы» закрыть полностью. Чтобы потом молодые родители, мамы, в первую очередь, имели возможность пойти на работу. Поработают год-два. Ну что, семья задумается с учетом тех мер поддержки, которые в том числе и президентом, и Владимир Владимирович Путином озвучены. Задумается, наверное, об очередном детей о своем, каком-нибудь будущем. Всего в рамках нацпроекта «Демография на строительство детского сада» было потрачено 230 миллионов рублей. В основном это средства федерального бюджета. Новые дошкольные учреждения в регионе продолжатся сдавать и дальше. Открытие нескольких запланировано на следующий год. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова